Добрый день, добрый вечер и доброе утро, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Меня зовут Давинчи Джерми, и у меня все просто замечательно. Нахожусь сейчас в Дубае. Стараюсь выпускать сейчас видео каждый день. Хочу, чтобы вы послушали новости, которые вам нужны, чтобы пережить этот медвежий рынок. Чтобы вы постоянно знали, что происходит, и видели, что произойдет в будущем. Могли бы заранее знать, когда наконец-то закончится этот медвежий рынок. Что ж, у нас есть парочка зеленых взлетов, о которых мы поговорим в этом видео. Немного, конечно, взлетов, но они есть. И этот индикатор, знаете ли, никогда не лажает. У него сейчас примерно 95% точность. Итак, готовы ли вы к индикатору, у которого есть 95% точность? На самом деле, он настолько хорош, что с ним есть ETF. Представьте, насколько клевый этот индикатор. ETF, который делает кучу денег. На этом индикаторе. Вау. Так что, надеюсь, вы взволнованы по поводу этого индикатора, о котором я расскажу сегодня. Окей, вау, что ж, давайте перейдем к самому шоу. Но перед тем, как поговорить с вами о новостях, я хотел бы напомнить вам, ребята, что я буду выступать на блокчейн-экономии-ивенте в Стамбуле. Обязательно приезжайте туда, покупайте билеты. Я уверен, что это будет отличное шоу. Там будет Майкл Сейлор, Карл Замун, и, конечно же, я. Так что, можете перейти в описание, и там в описании вы найдете промокод. Это код DAV-155. И да, вы можете использовать его для того, чтобы получить скидку в 50%. Окей. Инвесторы убегают из криптовалют. Биткоин может скоро упасть ниже 20 тысяч долларов. Да, все плохо. Вчера цена упала почти до 20 тысяч. Точнее, ниже 20. Если такое случится, это будет первый случай за все четыреугодичные циклы биткоина. Потому что если мы упадем за 20 тысяч, например, до 19 тысяч 800, совсем немного нужно. Мы в первый раз в истории упадем ниже рекордного уровня, который был установлен примерно 4 года назад. Это было в 2017. Что ж, будет очень плохо. И, к сожалению, теханализ говорит, что это все-таки произойдет. В общем, чтобы узнать, произойдет это или нет, или мы навсегда уйдем с этих уровней, нужно просто подождать и посмотреть. А сейчас я вам покажу один индикатор, и он очень хорош. Джим Креймер встал на бычью, в сторону. Это бычий знак. О, господи. Давайте ниже пролистаем. Креймер назвал коррекцию шокирующей. Его комментарий отражает смену его прошлогодних оптимистичных настроений по поводу крипты. Креймер утверждает, что не хотел шутить на тему кризиса. Однако у криптосообщества свои шутки на тему самого Креймера. Из-за неоднозначных успехов Креймера в области финансового анализа недавно появился так называемый ETF-обратный Креймеру. Это вымышленный биржевой фонд. Да, вымышленный, но он все-таки есть. Он рекомендует противоположные позиции решением Креймера. Помните, что я сказал в новостях перед тем, как все рухнуло, когда эфириум упал? Боже, Креймер посоветовал людям купить эфириум. И потом... Он упал на 50%. Спасибо, Креймер. Помог. А вот если бы нам улыбнулась удача, и Креймер сказал бы, что не надо продавать эфириум, надо продавать биткоин, он бы взлетел. Да, это был бы лучший день на рынке, когда он сказал бы, что нужно все продавать, пока он совсем не обесценился. Я бы прям пошел и станцевал на улице. Потому что этот человек это просто лучший индикатор, от которого надо отталкиваться. Боже, ладно, идем дальше. Итак, почему криптоэксперты утверждают, что биткоин не рухнет? Вот что они нам говорят. Долгосрочные инвесторы не обращают внимания на резкое падение стоимости цифровых монет и краха бирж, которые предоставляют эти монеты инвесторам. Конечно, мы, те, кто давно в крипте, не придаем этому большое значение, так как мы уже такое видели. Все это заканчивается одинаково и из раза в раз. Халвинг биткоина, мы теряем половину стоимости, а потом вдруг он стремительно растет и снова падает. И все начинается заново. Халвинг биткоина, большой рост и так далее. И так снова произойдет. Так что не волнуйтесь, все в порядке. Просто позаботьтесь о вашем биткоине. Так сказать, завладейте вашим биткоином. Я вывел часть с Бинанса и скоро остальное выведу. Собираюсь вывести все оттуда. Конечно, я не говорю, что Бинанс рухнет. Многие говорят, что это вообще никогда не произойдет. Но знаете, что говорили? МТ Гокс никогда не упадет. Никогда такого не будет. Это уничтожит весь рынок. Да, я знаю, что МТ Гокс это не Бинанс. Разница огромная. Но знаете, разница между банками тоже небольшая. Возьмем такие крупные банки, как IAG, например, или, как его там, Goldman Sachs, которые в 2008-м почти умерли. им предоставили финансовую помощь, чтобы они совсем не откинулись. Так что да, об этом не стоит забывать. Я не думаю, что правительство придет на помощь Бинансу в похожей ситуации. Да, они сейчас нанимают около двух тысяч людей в Дубае. И да, они постоянно развиваются и так далее. Но я просто хочу себя обезопасить. Так как исторически, когда биржа отказывает в выводе средств во время массивного изменения ликвидности, это плохой знак. Это не значит, что Бинанс обвалится. Совершенно нет. Возможно, такого не будет. Это просто плохой знак. И именно поэтому я на всякий случай вывожу свои деньги. Такие дела. Идем дальше. Пассивный доход – ключ к выживанию на медвежьем рынке. Изучите лучшие токены для пассивного дохода. Ада, Бу и Гнокс. Понятненько. Мне вот кажется, что большинство из этих токенов рухнет. Но будете вы получать этот пассивный доход за то, что купили токен или стейкаете его. И что? Транзакции все равно будут падать. Потому что на рынке сейчас разгар медвежьего рынка. Причем мы даже не достигли самого дна. На альтах уж точно. Если открыть график, то можно увидеть, что доминация сейчас развернулась. И кажется, что все становится лучше. Но все, что произошло, по сути, мы приблизились к уровню сопротивления и отскочили от него. Так что еще много чего произойдет. Мы можем увидеть, как эта штука поднимется примерно до 57%, как минимум. Где-то 56-58%. Перед тем, как закончится медвежий рынок. Так что лучше не ставьте все, что у вас есть, на подобные советы. На эти токены или майнинг, потому что вам это потом не очень хорошо аукнется. Вы много потеряете. Во-первых, потеряете много денег. Кроме того, вы и прибыли много не увидите. Потому что ценности сейчас падают, и вы не сможете продать полученные токены за сумму, которую вложили. Эх, что лучше так не делать. ПРС повысил ставку на 75 базисных пунктов. Биткоин и эфириум движутся вверх. Что, движутся наверх? Окей. На какие графики он смотрел-то? Ну да, ладно. Комитет решил повысить целевые ставки до полутора и одного и трех четверти процента. Ожидается, что продолжающееся повышение целевого диапазона будет полезным. Заявление от ФРС. Окей. Просто, чтобы вы знали, мистер ФРС, инфляция гораздо выше, чем полтора процента. Я просто не знаю, в курсе вы или нет. Это судя по вашим фейковым числам. По сути же, эти цифры гораздо выше. Они выше, чем эти фальшивые цифры, о которых вы говорите. 9 процентов. От 8 до 9 процентов. Но реальная инфляция составляет около 20 процентов. Так как вот эти полтора процента помогут при уничтожении денег? Я не думаю, что это поможет. Я не понимаю, как это снизит инфляцию. При том, что Пол Волкер в 80-х годах, чтобы побороть инфляцию, повысил ставки до 30 процентов. И вам еще долго придется до этого расти. Вы просто не сможете опередить ее, прежде чем она дойдет до 30 процентов. вы не сможете загнать джина обратно в бутылку. Это просто глупо. Мы уже видели эту игру раньше. Если вы читали историю, вы знаете, к чему это приведет. И я не знаю, что вы там курите. Просто не знаю. А хотя нет, я знаю, что вы там курите. Курите хопиум. О, господи. Банк Киргизстана предупреждает о криптовалютах и криптоплатежах. На фоне растущей популярности криптовалют, Центральный банк напомнил гражданам о рисках, связанных цифровыми активами. Да, цена может упасть. Денежно-кредитное управление также предупреждает, что криптоплатежи являются незаконными в республике Киргизстан. Окей. Скорее всего, это не незаконно. Просто Центральный банк думает, что это так. И, конечно, рассказывает всем, что это нелегально. Но на самом деле нет. И даже если это незаконно, вы не убиваете себя. Потому что так говорит ваше правительство. Потому что, эй, то, что ты жив, это незаконно. Так что, ты бы стал так делать? Да нет, конечно. Так что, если вы пытаетесь защитить свое богатство, или, с другой стороны, если правительство скажет, эй, вы должны отдать нам все свои деньги, или что-нибудь в таком духе, вы это сделаете? Просто умрете с голоду, правильно? Нет, конечно, будете защищать себя. И для этого-то и нужны криптовалюты. Вы защищаете себя, защищаете свое богатство с помощью криптовалют. От вашего правительства и банков. И вы игнорируете любой закон, который говорит вам не защищать себя. Это просто смешно. Это то же самое, что если бы был закон, при котором вы должны были убить себя, если вы живы. Вы же этого просто не сделали бы. Просто не имеет смысла. Метамаск предупреждает об уязвимости в старых версиях популярного крипто-кошелька. Окей, что ж, да. Просто, чтобы вы знали, вам нужно обновить свой метамаск. И как можно скорее. Потому что вы не хотите потерять свои криптовалюты. Окей. Критикуемый гендиректор Сельсиус Алекс Мачинский нарушил трехдневное молчание. Он заявил, что силы сообщества Сельсиус огромны, но при этом не дал никаких указаний относительно того, когда клиенты смогут вывести средства из крипто-кредитной платформы. Окей, да, это безумие. Хорошо, если он откроется, если они, наконец, откроют вывод, бегите. 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 Бегите незамедлительно. Сидите там каждый день. И если они скажут, что в какое-то время ваш вывод средств будет открыт, идите туда и забирайте все, что там было. Делайте это прямо сразу. Не теряйте времени даром. Просто поверьте мне, бегите, бегите, бегите. Такое крайне легко разглядеть. Если учесть тот же Байнанс, ну, у них, скорее всего, будет все хорошо. Но я, например, не буду рисковать. Но с этим же, с этим Цельсиусом, с ними покончено. Все, можно даже не надеяться. Окей, что ж, ребята, помните, что ваш Биткоин должен быть при вас. Вам нужно перевести его на свой кошелек на телефоне или на холодный кошелек, где можете его держать, там и держите. Потому что Биткоин реален, Биткоин с нами останется, и вам нужно быть его частью. пространственное Guяжov его и для вас. проведя выше. Продолжение следует...